Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня в библейском портале экзегет мы продолжаем наше занятие по книге Откровения Анны Богослова. И сегодня мы приступаем к изучению пятой главы. И мы читаем. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее». В толковании святых отцов эта книга может представлять из себя памятную книгу Божию. В понимании иудеев того времени пред лицом Бога была такая книга. В Евангелии она называется книга жизни, куда могут записать имя спасенного человека и откуда могут изгладить его имя. Но тот, кто имеет власть открыть эту книгу, то есть деятельно принять участие в судьбах людей, имена которых записаны в этой книге, «Такого не нашлось и нигде». И мы видим, что ангел сильный возглашал, кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее. Ниже будет говориться о том, что не нашлось даже достойного посмотреть на эту книгу, тем более раскрыть и снять ее печати. В книге пророка Иезекииля, 22 глава, 30 стих, мы находим такие слова, слова Божие. «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел». То есть во дни Ветхого Завета Бог искал среди патриархов, пророков, праведных, человека, который бы построил бы стену между грешным человечеством и справедливым Божьим гневом, который двигался на них, и такого человека не нашлось. Такой человек обнаруживается только в воплощении Господа Бога нашего и Спаса Иисуса Христа. Он и есть этот человек, который за наши грехи, за преступления всего мира становится как бы в проломе. И в первом послании к Тимофею, 2 глава, 5 стих, апостол Павел пишет, «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус». Давайте посмотрим, какое столкование на эти слова предлагает блаженный Феофилакт. Он пишет, «Сказав, Бог хочет, чтобы все спаслись, он подтверждает, говоря, что именно для этого он, Бог, и послал посредникам Сына Своего, чтобы Он примирил Его, то есть Бога, с людьми. Что Сын есть Бог, это ясно из того, что Он посредник, так как посредник должен приобщаться обоим сторонам, по отношению к которым он есть посредник. Итак, поскольку Сын посредник между Богом и людьми, то Он принадлежит той и другой стороне. Есть Бог и человек, один в двух естествах. «Не только Бог, но и человек». Конец цитаты блаженного Феофилакта. То есть посредником между Богом и людьми никто из людей не мог оказаться, тем более из ангелов посредник должен быть причастен и Божеству, и человечеству. И такой только один – Бога-человек, Христос Иисус. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне». То есть книга была исписана со всех сторон, потому что столько грехов накопилось рода человеческого, столько было действий благодати, чтобы предотвратить гибель людей, что, казалось бы, все средства были уже исчерпаны. «Запечатанную семью печатями, и видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять печать ее. И никто не мог ни на небе, то есть в Царстве Божьем, ни на земле, среди живущих на земле, ни под землей, тем более в аду, раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее». То есть не нашлось достойного не только раскрыть книгу, тем более снять печати, а хотя бы посмотреть на то, что написано в этой книге. Почему так? В книге Иова Многострадального сказано, 4 глава, 18 стих, это слова Божие, то есть слова о Боге, сказанные премудрым человеком, «Вот он, то есть Господь, и слугам своим не доверяет, и в ангелах своих усматривает недостатки». Если Господь даже в ангелах усматривает недостатки, то что же говорить о людях? И преподобный Исихий Иерусалимский в своих гамильях на книгу Иова пишет, «Вот он, то есть Господь, и слугам своим не доверяет, и в ангелах своих усматривает недостатки, тем более в обитающих в хроминах избрения, которых основание прах, которые истребляются скорее моли. Истинно быть без вины нелегко для человека. Отсутствие вины превосходит человеческую возможность». Как и у пророка Исаии сказано, что «всяк грешен, все совратились с пути, негодны до одного». И как апостол Павел пишет, «все согрешили, все лишены правды Божьей». И преподобный Исихий Иерусалимский продолжает, «Отсутствие вины превосходит человеческие возможности, и даже сам порядок ангелов подвержен такой слабости. Падшие ангелы дают Богу повод не доверять им, в ком усматривает недостатки. Он низверг их из прежней чести и понизил их порядком, ибо они замышляли зло против Бога. Но если так с ними, то есть с теми, кто, несмотря на слабость природы, живет, тем не менее, наверху, среди доблестных сил, если так с ангелами, которые по природе своей были выше нас, то что сказать о положении человека, то есть о том, кто еще более подвержен греху. Ни один человек ни на небе из тех святых, которые по смерти вошли в Царствие Божие, ни на земле из тех святых, которые живут на земле, ни под землей, тем более в аду, не нашлось того, кто бы был бы достоин не только открыть эту книгу, снять печати, но хотя бы заглянуть в нее. Иоанн Богослов пишет, «И я много плакал о том, что никто, никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее». И один из старцев сказал мне, то есть один из 24 старцев, мы знаем, это 12 сыновей Иакова и 12 апостолов Иисуса Христа. «И один из старцев сказал мне, не плачь, вот лев от колена Июдина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее». Лев – это пророческий символ царственного дома Июды, из которого исходит и сам Господь Христос, и могущество которого является этим образом лев от колена Июдина, то есть из царственного дома, корень Давидов, это Христос, победил, то есть победил на кресте и может раскрыть сию книгу и снять семь печати ее. «И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял Агнец, как бы закланный». Здесь уже образ льва из дома Июды не как образ торжествующего Мессии, а уже и как страждущего Мессии. «И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял Агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божьих, посланных во всю землю». Семь рогов в понимании отцов они указывают на то, что Христос одолел каждый из семи смертных грехов. И эта победа была совершена на кресте, когда рукописание наших грехов и преступлений Он властной рукою, как пишет апостол Павел, пригвоздил к древу креста, имеющий семь рогов и семь очей, то есть благодатное всевидение, которое в суть семь духов Божьих, посланных на всю землю, ибо евангельское благоествование обозревает просторы всей земли, и пришествие Христова не произойдет до тех пор, пока не будет проповедано Евангелие Царствия во свидетельство всем народам, и только тогда придет конец. И далее мы читаем, и он пришел, лев из дома Давида, агнец, как бы распитый, и распитый за наши грехи и преступления, почему? Как бы закланный, потому что раны Христа будут сохраняться на небесах. Он вознесся на небо в теле, где присутствуют раны и язвы, как будто он, взойдя на небо, не сошел с креста. Вот какой смысл этого выражения, как бы закланный. И он воссел одесной Бога Отца. И отныне Бог Отец взирает на весь род человеческий через раны Сына Своего и видит нас оправданными. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда четыре животных, то есть вся полнота евангельского учения, и двадцать четыре старца пали пред агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. Действительно, если спасение всецело совершает агнец Божий нам остается очищенным, освященным, только благодарить Бога неустанно за чудо вечной жизни по благодати в Боге и с Богом, воскуряя фимиам молитв перед Ним. и поют новую песнь, то есть те, которые взяли золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитв святых, всех святых, и тех, которые на небе, и те, которые на земле, все воспоют в тот чудный день, и поют новую песнь, это новый завет, здесь спасение не по закону, по благодати, как и в Евангелии от Иоанна сказано, закон дан через Моисея, а благодать и истина через Иисуса Христа. И поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своею искупил нас Богу, из всякого колена и языка и народа и племени, и сделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. По благодати все крещеные и все миропомазанные православные христиане суть всеобщее царственное священство. Да, у нас есть сугубо трехчинное священство, деканат, пресвятырят, епископат, есть сугубо царское священство, цари, императоры, князья, но есть по благодати всеобщее священство, а над всеми царь царей Христос и Иисус Господь наш. И мы читаем «И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных, и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч. О чем они воспевают? Выше мы прочитали «И мы будем царствовать на земле». В каком смысле на земле, если мы ожидаем царствие небесное? Имеется в виду земля, из которой создан человек, прах земной, как сказано о сотворении человека, и создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою, то есть царственным священством по благодати является тот, кто может царствовать над своим собственным телом. И святые подвижники, аскеты, они действительно смогли воцариться над всем земным, плотяным, чисто человеческим и по благодати стать земными ангелами, небесными человеками. И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных, и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом, достоин агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение, и всякое создание, находящееся на небе, и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них слышал я, говорила сидящему на престоле и агнцу, благословение и честь, и слава, и держава во веки веков. И четыре животных говорили аминь, и двадцать четыре старца пали и поклонились живущему во веки веков. Что значит четыре животных говорили, то есть евангельские тексты, они подтверждают эту истину спасения только во Христе. Он единый ходатай и посредник между Богом и человеками. И если люди чего-то и достигали, даже самые великие аскеты, они это достигали только по благодати, как Христос говорит, без меня не можете делать ничего. И в окончании этой беседы давайте посмотрим, как сами древние святые воспринимали источник своей святости. Так, например, Амбросий Медиаланский писал «Я буду хвалиться не потому, что праведен, а потому, что искуплен. Я буду хвалиться не потому, что свободен от грехов, а потому, что мои грехи прощены. Я буду хвалиться не потому, что творил добро и не потому, что кто-то другой сотворил добро мне, но потому, что Христос мой заступник пред Отцом и потому, что кровь Христова излита за меня». И давайте также посмотрим истолкование блаженного Августина, который писал в комментарии на 30-й псалом «Кто такие блаженные? не те, в ком Бог не находит никакого греха, ведь Он находит его во всех, ибо все согрешили и лишены славы Божией. Но если греховны все, это означает, что блаженны только те, чьи грехи прощены». Это апостол выразил следующими словами. поверил Авраам Богу и это вменилось ему в праведность. Также «Если по благодати, то даром». Что значит даром? Это означает отсутствие всякой платы. Ты не сделал ничего доброго, но тебе даруются прощение грехов. Твои дела рассмотрены и найдены злыми. Если Бог воздаст за эти дела так, как они того заслуживают, то Он, безусловно, осудит тебя. Бог не воздает тебе справедливое наказание, но дарует незаслуженную благодать. И последние слова из святых отцов, которыми мы окончим сегодняшнюю беседу, это слова блаженного Иеронима Стридонского, который однажды воскликнул это его диалоги против Пелагеан, поэтому мы праведны, когда исповедуем себя грешниками, и когда наша праведность состоит не в наших заслугах, но в помиловании Божьем. Итак, лев из дома Иудова от корня Давидова агнец законный за наши грехи, источник нашего спасения. И пятая глава книги Откровения Иоанна Богослова показывает это со всей достоверностью. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...